Наше Солнце богато не только вспышками, пятнами и другими явлениями, но и гигантскими торнадо. Размером плазменные вихри могут в несколько раз превосходить Землю. Засечь чудовищные явления удалось благодаря камерам высокого разрешения, установленным на динамической солнечной обсерватории. Как показали измерения, температура вращающихся газов достигала 2 миллионов кельвинов. Это, пожалуй, первый случай, когда такие огромные солнечные торнадо удалось снять тепловизором. Это движение, напоминавшее то, как воздух движется внутри земных ураганов, считалось одним из основных механизмов разогрева и разгона материи короны Солнца. Да, именно так полагали долгое время. Но внешность этих торнадо оказалась обманчивой. На самом деле магнитное поле в них вытянуто не вертикальным образом, как считалось ранее, а горизонтально, и плазма движется в основном в том же направлении. Дело в том, что любая быстро движущаяся материя, излучающая свет, будет выглядеть несколько по-разному при движении в нашу сторону и от нас. В соответствии с принципом эффекта Доплера, в первом случае она будет казаться нам более синей, а во втором более красной. Соответственно, камеры СДО, которые использовали ранее для замеров спектра Солнца с высокой точностью, оказались не совсем точны. Поэтому исследователям пришлось объединить снимки зонда НАСА с данными, которые были получены в то же время при помощи японского орбитального телескопа Хиноды, обладающего сверхчувствительными спектрометрами. Измеряя силу эффекта Доплера в разных частях Солнца, так называемые торнадо выглядели совсем не так, как по снимкам с СДО. Оказалось, что раскаленная плазма движется в них не вверх по спирали, а по кругу, фактически оставаясь на одной и той же высоте относительно поверхности светила. Подобная манера движения плазмы говорит о том, что эти структуры похожи по своей реальной форме не на торнадо, а на толстые нитки или пучок огненных волос размером с нашу планету, ничем не отличающиеся по устройству от обычных протуберанцев светила. Протуберанцы – это плотные конденсации относительно холодного вещества, который поднимается и удерживается над поверхностью Солнца магнитным полем. Просто в данном случае они приобрели обманчивую форму. И, кстати, они по-прежнему называются солнечными торнадо. Хотя, по сути, таковыми не являются и тем более не могут участвовать в разогреве короны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова